Мимолетное знакомство переросло в долгую и счастливую семейную жизнь. Она, 19-летняя девчонка, мечтавшая поступить в институт. Он, на 5 лет ее старше, выпускник авиационного училища. В годовщину бриллиантовой свадьбы Павел Петрович и Зинаида Романовна Тимофеева вспоминают свою первую встречу. Мы познакомились на танцах в 60-м году. В доме офицеров. Да, в доме офицеров города Орша. С тех пор мы как раз вот уже живем в раю 60 лет. Зинаида Романовна проживала с мамой и бабушкой в авиационном гарнизоне в Оршем. В этот же городок направили молодого лейтенанта Тимофеева. Вечерами молодежь встречалась в местном доме офицеров. Они сидели на противоположной стороне, а мы с другой. И вот он вставал при первых звуках музыки и через этот паркет блестящий вот шел напрямую прям ко мне. И приглашал. Группу Тимофеева на несколько месяцев направили в командировку в Заполярье. Затем в Германию. Долгая разлука и задушевные письма, которые Павел писал Зинаиде, дали возможность молодым разобраться в искренности своих чувств. Я уже, конечно, втайне ждала. Тогда это было все втайне, потому что было совершенно другое воспитание. Ну а потом он когда-то из Германии прилетел и сразу пришел. Естественно, у меня сразу вот даже в голове как-то я не ожидала. Свадьба была скромной. Только самые близкие родственники. В скором времени семью офицера Тимофеева перебросили на ядерно-испытательный полигон под Семипалатинском, где в 60-е годы проверялся на прочность ядерный щит страны. За 27 лет супруги сменили 17 комнат в общежитиях. Родили сына, пока не переехали в свою квартиру. На улице Гагарина микрорайонич Каловский. Средь долгих лет и зим друг друга мы храним, а небо нас хранит, пока мы любим. Вот я это твердо уверен. Что о любови человека зависит, вот я твердо уверен, от величины его души. Вот у Зины, у нее сразу предельно величина души получилась. А у меня немножко, капельку недоставало, и вот мне ушло где-то лет 50, я, наверное, добирал эту величину своей души до ее уровня. Добрал. Добрал. Мы не ссоримся. Да. Ни по каким вопросам. Новый день Павел Петрович и Зинаиды Романовны начинают с приветствия друг друга словами «доброе утро», а заканчивают пожеланием «доброй ночи». Не пропускают Тимофеева и годовщины свадьбы, ведь каждый год по-своему ценный, потому что прожит с любимым человеком. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.